Время Отца и Сына и Святого Духа. Вчера вечером у нас было 11 человек и плюс один напослушатель помогал с урожаем. А сегодня в два раза с лишним больше. Я повторю вчерашнюю проповедь, расширю ее, потому что у нас не очень приучены люди слушать полные проповеди. Мне пришлось насчитывать 12 томов Иоанна Златовуста, потом составлять на них каталоги. В среднем его проповедь была 28-32 минуты. И получается полчаса. И он не считал, что это много, и люди не считали, что это много. Вот книга «Деяния апостолов». Ведь тысячи людей повторяют эту книгу, читают, а понимают ли или нет. Иоанн Златовус объясняет только заголовок 1,6 проповедей. Заголовок. 6 глава, 1 стих книга пророка Исаия. «Видел я Господа высокого и превознесенного». Дали края листьев, наполняли храм. А начинается год смерти царя Озии. Вообще ничего нельзя сказать. Какая проповедь? Еще шесть проповедей, тоже по полчаса. Один стих. Вот когда Господь посещает, наполняет Духом Святым, вот тогда, чтобы не скучали. Иначе скучать-то будет перед Богом. А в его время как? Он говорит проповедь. А люди, которые любили скачки конские, на ипподром бежали. А другие заходили в кабаки и пили. И вот прямо на время проповеди обличали Златоусту. Ты говоришь, как бы упрекались сказать. Вот пьянство грех, пьянство плохо, пьяницы старости Божьей не наследуют. А кто ходит там? Кто наполняет эти кассеты? Кто весь этот ячмень переводит на пиво? Вот твои проповедения, они ничего не дают. Он говорит, а я и говорил, что все перестанут пить. Думаю, хоть одного-то я уговорил. Ну а вы-то находитесь здесь. Почему вы туда не пошли? Значит, семя пало на плодородную почву. Отрицательного всегда больше. Поэтому не томитесь, если будет немножко подлиннее сказано. Эти стихи наизусть надо знать. Я хочу сегодня их прочитать с запятыми. Первое послание к Коринфянам. Десятая глава. Шестой и одиннадцатый стих. Вот шестой стих говорит. Перед этим говорит, как шли с Моисеем, пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Ели одну и ту же пищу. А ведь это не один, не два, шестьсот тысяч только людей. Не считая женщин и детей. До двадцатилетнего возраста. Значит, три-пять миллионов. Где-то вот так вот. Было еще и многожелство. Ели одну и ту же пищу духовную. То есть, посещали все, ходили. А далее говорит. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. Люди, если бы были тогда какие-то лекаря, они бы определили, вот эта причина такая-то, воздействие от воспаления легких, какие-то заразные болезни были уже тогда. Нет, Бог поразил. А вы теперь исследуйтесь микроскопом. Что там найдете? Грех. Грех не запустил их в обитованную землю. Ведь не вошел-то никто-то. Два вождя были. Один по-мерзкому. Ну, как по... У людей принято вождь. Он может быть верующий, не верующий. Я говорю о Моисее. И по-духовному. Брат его родной Арун. Когда Моисей был на горе, люди стали роптать. Куда нас завели? Да кому мы доверились? Да поворачивать надо оглобит, а назад в Египет. У нас там огурцы были? Были. Сейчас уже поспевают огурцы. То есть чеснок был. Евреи очень любят чеснок. Они стали роптать. Нашлись вожди сразу из народа. То есть они были недовольны Моисеем. А тут сразу поняли момент. Выводи на площадь Майдан. Разворачивайте обратно. Моисей в это время сошел. Бог сам написал первая и единственная книга, которую не люди писали движим и Духом Святым. А Бог начертал на каменных скрижалях. Каменные доски. Как он их нес. И Моисей так разгневался. Вы знаете, что он сделал? Он разбил эти скрижали. По сегодняшнему сказать. Порвал Евангелие, Библию и выбросил. Это не нужен закон. Гнев его был безграничен. А что сделать нужно? Остановить эту заразу. Остановить. Потому что не все согласились идти. Раз вывел Моисея, море было разделено. Но, наверное, что-то еще Бог скажет нам. И случилось то, что крикну к народу. Кто Господень? Вы не на помощь. Кто Господень? Священники. Левиты. Так, мечи из ножен. По шатрам. Найдите, кто вчера выходил на площадь. Кто говорил, давайте вернемся, не будем веры в это. И началась резня. Фильм подставлен на нем. Он стоит, молится Моисею. Только так, глазами по сторонам, кровь льется. Он не останавливает. 18 тысяч трупов сразу. Своих, своих. Гражданская война началась. И Бог остановил эту заразу. И это не без воли Божьей было. Вот Аарон, он вылил золотого тельца здесь. Говорит, с быка надо нам. Вот на быках всю жизнь ездят. И сделал золотого тельца. Вот вдумайтесь в это. Вчера только кланялись к Богу и Егове, а сегодня золотой бык. Ну выброси быка, нет. Разбить его, растолочь. Высыпать в ручей и напоить людей. Я долго не мог понять, почему золото переплавить. Неужели на нем босалась какая-то окалина от греха? Нет. Это рвотное вещество. Они несколько дней только рыгали. Все из них вывернули, даже внутренне, даже по-плоцкому. Было однажды, Моисей добавил пять слов к Божьим. Господь говорит, скажи скале сей и даст воду. Воды-то нет нигде. В колоде скупают, в конце края нету, глубина уже. Он народу говорит, неужели из этой скалы? Говорят за то, что ударил он жезлом. За это Бог ему сразу же заговорил с ним. Бог говорит, и ты не войдешь в убитованную землю. Нет. В 105-м псалме говорится, и Моисей погрешил не жезлом, что ударил в скалу. И она лопнула, раскрылась и потекла река. Нет. Моисей погрешил устами своими. Отрицательный пример. Очень. Очень отрицательный. Но с него надо учиться. У нас как любят. Вот посмотри, вот такой-то хороший. Вот мы жития святых считаем. Празднование святым. Очень часто отмечают церковь там крестиком определенным. А Иоанна Крестителя даже большим праздником. А далее 6 стих говорит так. А это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Бог для этого сохранил эти записи. Это образы для нас. Чтобы мы смотрели, они не вошли в обетованную землю. Я войду в рай или нет? Вот каждый день этот вопрос бы стоял. Тогда бы я смотрел. Тогда бы я и решал. Каждый поступок. Когда ложиться. Когда есть. Когда что делать. Как разговаривать. Как молиться. Мы имеем такое дерзновение к Богу. Евангелист Иоанн говорит. Он юноша был. От Христа все принял. Он не имел упрека, как Петр. Он созерцатель был. Не практик. Мы такое дерзновение имеем к Богу. Что можем взывать к Нему. И Он отвечает нам. Я каждому вопрос задаю. Когда ты молился так, чтобы остановился. И даже стоял на молитве и ждал ответа. Не просто три поклона их за стол. За столом-то времени больше проводим, чем за молитвой. Ищем льготы себе. У нас настоящего апостата поискать еще надо. Не пили и не ели. Моисей 40 дней не пил и не ел. Мы подражать не можем Ему. Но в этом вопросе ревности мы можем подражать. А вот в вопросе, когда добавил, надо излишне. Не добавляй этого. Ты помни одно. Бог свят и ничто лживое. Преданное лжи не войдет в небо. Евангелие от Иоанна 8, 44 говорит. Дьявол есть лжец и отец лжи. Какое бы ты ни правду не сказал, она дьявола. А я не знал. Да мало что ты не знал. Бог-то знал. Почему тебе Бог не сказал? Этот вопрос надо ставить сразу же. Значит, ты не молился? Сегодня лгал, вчера лгал. Да ты же мог подойти и узнать, спросить, просчитать. Ты на что лгал-то? Поднял руку на что? Не знал, говорит, на что он руку поднимал. Это были образы для нас. А один отец стих подчеркивает. Все это происходило с ними, как образы. А описано в наставлении нам, достигших последних веков. Каких последних? В которой Павел жил. Мы должны рассмотреть сегодняшний век. Это называется экстраполяция событий во временной форме. А мы чем закончили создатели революции? Если бы они сейчас жили, смотрите, к чему вы привели. И как было. Ну, кто-то бы нашелся такой, не просто сказал, что ты поражен будешь. А к чему это приведет страну? Один из самых умнейших людей, лучший руководитель в мировой истории для своего народа был Гитлер Адольф. Шейк-Люрбер. Зачем ему было начинать воевать, уничтожать славян и евреев? Если бы кто-то показал, чем ты кончишь. Или стрельба, или яд, или скроешься. Куда поставь, на какую грань свой народ. Сегодня даже руку вот так скинь, поприветствуй кого-то, и уже ты будешь насыстом причтен. Тебя судить будут. Сегодня за этим охотятся и в Германии. А это были образы для нас. Образы. На сегодняшний день. Я начал эту тему исследовать, готовлюсь к проповедям. Обычно я прошу благословение у Бога. Беру Библию и молюсь. Вечером, ночью, Господи, что сказать? Мне вопрос. Надо ли говорить? Первый вопрос. Второй. Что сказать? У меня тема. Ни одна нильвер. Примерно две с половиной тысячи. Но у меня одна тема не выходит. Того, о которой я вообще рассказал, сколько успел. Чтобы других-то не утомить. Своим утром опять молюсь. Никуда не смогу его сварить. Я готовлюсь к теме о воскресном дне. Меня поворачивает Господь. Скажи, продолжи дальше. Я сажусь и не знаю, что сказать. Вчера же я все сказал. И вдруг, как раскрытая книга, Библия передо мною. Начни сначала. Я стал смотреть сначала. Вон, к чему меня Господь подвернул. Матфея 1 глава. Бог перечисляет, от кого происходит Христос. Родословное. 14 было от Абраама, первого избранника, до Давида. А остальные? 14 – это две семерки. В Библии все под семерку. В человеке все под семерку. Беременность женщины, собаки, овечки, курица, парень. Все на семерку делится. Главная информация – это наши глаза. А это 7 цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Информация через уши. Вероотслышавание. Какие? Долями, посольностью. 7. И мы не можем еще сделать. А на остальное, которое есть, обоняние, осязание. Вкус – это процент какой-то. 1. Итак, я стал смотреть в царе. 14. Я считаю – 13. Еще раз считаю – 13. Я скорее смотрю в толкование, что Златоуст сказал. Он говорит, по всей вероятности, Матфей посчитал переселение в Вавилон за поколение. Вот теперь понятно стало. Итак, от Давида до переселения еще 14. И от переселения в Вавилон до Христа еще 14. Ну умножайте на 3. Трижды 4 – 18. То есть почти 50. Теперь посмотрим. Стал смотреть, сколько положительных царей было. Одна десятая. Десятина. Девять царей нечестивых в родословных Христа, от которых он происходит. Я этого нигде не считал. Я сегодня утром это увидел, в первый раз увидел. Вот она где, Господи, десятина. Даже грех, который преобладает в естестве человеческом, особенно когда человек поднимается, ему все разрешено, как Соломон кинулся. Триста жен, семьсот наложен с ней. Немало? Он с одной-то не знает, что сделать. В какой грех ведет? А кто больше всего греха ввел? Ну, конечно, тот, через которого умерло больше всего. Вот Давид согрешил. Умерло дитя и умер муж, от которого отнял в Версаве Урия, хитиянин-то. А Адам согрешил. По сегодняшнее время умерло сто миллиардов. Сто миллиардов. И нам не надо судить, почему Бог свят. За незначительное сорвал там не уменьшего с плодов-то. Нам не надо рассуждать. Бог настолько свят. И самый большой грех, это тот, который сатана сеет, сделай равным Богу. Добавляй. Почему он и говорит нам, притча Соломона, 30 глава 6 стих. Не добавляй к словам его. Не добавляй. Чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Тебе что-то дали, читаешь, сравнив с Библией. А я не могу сравнивать. Совсем читать не умеешь? Тогда молись. И написано, и не будете нужды, чтобы кто учил вас, сойдет Дух Святой. Это тоже обетование. Я одно место еще прочитаю, которое православные не хотят слышать. Я скажу, что и не верят в это. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Да кто же этим может согласиться? А Яков говорит, все мы много согрешаем. Не грешит по природе своей. По связи с Богом. Ты просто не можешь этого делать. Настолько грех этот будет тебе противен. Но все мы много согрешаем. Это тоже верно сказано. Согрешаем по своей человеческой природе, обращаясь чем-то, теряясь связь с Богом. То, что мы грешим где-то, это не связано с молитвой. В молитве мы на это благословение не просили. Как одна девочка привыкла ходить на дискотеки. И не знаю, просла к священнему купачку. Не могу ничего сделать. Он говорит, Господь обещал быть с нами всюду. Ты считала это? Ну да. А вот 72-й псалом говорит. Итак, я посмотрел, как они веселятся. Какие дети у них прыгают. Сами не верят. Живут полным достатком. Я не разумел. Как скот я был пред тобою. Ты не разумеешь, не понимаешь, ты скотина уже. До тех пор, пока не пришел в Дом Божий. Почему ты на своем стоишь? Потому что в Дом Божий не ходишь. Пропускаешь. Не только какие-то праздники. И субботу вечером нету. И воскресенье не всегда. По разным причинам. Апостол Павел говорит. Не оставляйте собрание вашего, как есть обычное у некоторых. У некоторых. Не оставляйте. Что интересно. Я был у старого обрядца в Томске. А там темно в прихожей. И там написано. Такими кривыми славянскими буквами. Оставляйте собрание ваше, как есть обычное у некоторых. А мне только что сказали. Народу мало. Все меньше и меньше. Я говорю. Прочитайте. Взяли свечку. Оставляйте собрание. Вы призываете оставлять. Там написано. Не оставляйте. Так это сын старости писал. Он неверующий. А зачем же вы дали руки то неверующим и не проверив его. Мы это вот. И они сколько лет уже ходят. И все. Каждый день. Оставляйте собрание ваше. Они его оставляют. Значит Бог слышит вашу молитву. Я к тому говорю. Что это были образы. Мы знаем подробно. Биографии канонизированных царей. Иезекия. Считай Босия. Как они крушили идолов. А остальных то девять из десяти. Мы совсем не знаем. А написано. Это были образы для нас. Я вот к чему поворачиваю. Что в девять раз больше оставляем. Чем имеем возможности. Все время показывает. А вот Серапим Царовский. Серапим да. Ну и теперь покажи одного Серапима. Немного. А те которые не слушали. Они приходили. Хотели. И обращались к нему. Отче. А почему. Я вот хотел так. Никак не получается. Он говорит. Решимости не хватает. Отруби один раз. И все. Один раз. Не обращаться. А он. Родственник такой. Ты решил развратить ее. Не сообщайся с ним. Худые сообщества развращают доброе нраво. Не надо смотреть. Сын. Брат. Свад. Сосед. Ты его подведи к Писанию. Не торопись. Посоветуйся. Прежде чем сказать. Чтобы не оскорбить. Человеческое какое достоинство. Нет. Поразить человеческое это надо. Дабы жил у Господь. Сегодня мы слышали. Человек следует за Богом. Я христианин. А почему ты не говоришь. Что впереди две ступеньки. Которые надо пройти. Не просто перепрыгнуть. Первая ступенька. Самая трудная. Отвергнись себя. Растопчи свое Я. Он неграмотный. Подошли к Захаре. И говорят. Ну а как отречься себя. Он эту. Себя. Тюбетейку то снял. Камелавка. Не камелавка. Что у него там это есть. Купейку то. И ногами давай топтать. Вот так. Растопчи сам себя. А другой учил как. На кладбище. Подойди. Ты. Что там. Ой. Какой-то богатый человек похоронен. Такой памятник. Говори ему самое хорошее. Он стал говорить. Какой он великий. Какой знатный. Ну и что. Молчит. Это. Беруще посылает к нему. А теперь говори самое плохое. А ты был главный прокурор. Ты столько взяток брал. Невинных людей на мытарство обрекал. Тебе в аду места мало. Он говорит. Ну что. Молчит. Вот такой будь. Хвалу. Говорит. Поношение. Приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Который против тебя. Он тебе говорит это. А ты подумай. И найди что-то. Мне очень нравится. Из биографии Антония Великого. Он говорит. Как пчела был. Летал всюду. И самое доброе брало всех. Это мне сегодня. Даже в интернете скинули. На меня сослались. И говорят. Он сказал. Что даже среди заключенных нашел хорошее. Где? Уголовники. Порядок. Там ты против не будешь. Как ты здесь выдумаешь. Не противишься всем. Сказали. Все. Ты обязан выполнить. Иначе тебя ждет большая неприятность. Которую тебе не разрешить здесь. Ты домой не выйдешь. Я оттуда принял это. Увидел. Что шутить нельзя. И поэтому. Это были образы для нас. Чтобы мы. Достигшие последних веков. 2018 года. Не были походливы на злое. И поэтому. Если ты не знаешь. Как исследовать себя. А Писание говорит. Исследуйте Писание. Ибо через них. Вы думаете иметь жизнь вечную. А они. Свидетельствуют о мне. О мне. У него были неприятели. Кто. Пример Иуды говорит. Спазепы разрешены. Куда он пришел. В чем закончил. Лохитопел. Лучший советник Давида. Когда поднялись. Против него. Люди. Он многое. Многое. Потерял в то время Давид. За грех свой. И он вспомнил советника своего. И оставил близкого. Тоже в совете входил Хуси. И тебе никогда не разгадать. Что будет говорить. Ахитопел. Ты только против. Говори. Вот научитесь говорить против. Это пример. Ахитопел самый правильный совет дал. Немедленно. Сейчас же собирать. Наверное. Которые люди есть. И напасть на Давида. Пока он не пришел в себя. А этот говорит. Нет. Ты знаешь какой храбрый отец был. Ахитопел умный. Но вот совет его на этот раз нехороший. Знаете. Люди обозленные. Они как львы сейчас там. Да нападем. И первое поражение будет. Да еще ночь наступает. Паника начнется. И все от тебя отойдут. Ты завтра собери. Объяви сборы. Со всей страны собери. Ну как. Рекрутируй всех. И тогда нападешь. А получилось в это время все по-другому. Давид окреп. К нему народ в это время шел. И полное поражение Виссалума. И чем грешил. И чем грешил. Тем и наказан. Грешил головой. И никто не знал какая казнь ждет. Когда он убегал. А волосы были у него. Ни у кого таких не было волос. Он кудрями запутался. В ветвях дуба. И висел. Как плод недозрелый. Златоуст говорит. И стрела за стрелой пронзили его сердце. Вот как. Итак. Непослушные дети. Берите пример Сависалума. Он поднялся на отца. Раньше времени. Хотел занять его престол. Вот блудный сын. Дай мне имение. Пока отец живой. Не проси имение. Не делай из него царя Лира. Чтобы он ходил по берущей щел. Тоже пример. Я говорю о примерах. Которые слева находятся. Под знаком минус. И они приносят большую даже пользу. Большую. Чем положительное. А почему? Повторяю в словах. Которые сказал Ян Златоуст. Бог обещает будущее благо. Стращает казнью. Начало мудрости страха Господи. Зная многие призрели бы благо. Если были бы свободны от наказания. Вот страх наказания. Более содействует нашему спасению. Ты начинай с ребенка. Примени это к себе. Посмотри в духовном плане как. А по чем определять. А как любишь брата. Потому значит что вы мои ученики. Не ищи причину уйти от брата. А ищи как приблизиться. Тем более если это родственники. Если ты ему не рассказываешь. Не молишь. Что написано. Кто не заботится о родных. Тот отрекся от веры и хуже неверного. Анафема. У нас в церкви поется. Анафема. Всем отступникам. Там Стеньки Разину. Емельки Пугачеву. А главное это отступник. Я. Если я не всем сердцем люблю Бога. Отступник. Если не люблю всем сердцем Христа. Написано. Анафема. Кто добавит словам Христа. И будет говорить не так как написано нам. Святой Библии. Анафема. Это Галатом 1.8.9 говорится. Итак. Эти были образы для нас. Если до сегодняшнего дня не обращал внимание. Спроси тех кто знает. Какие отрицательные есть образы. Я тебе скажу. Ахитофил. А кто это такой. Ты сразу будешь спрашивать. И как он закончил. Кто ему проломил череп. Какая это женщина. А он воин был. Семьдесят братьев уничтожил. Захватил престол. А женщина бросила обломок жернова. Проломила ему голову во время штурма города. Но он живой. И теперь. Ахитофила. Поразила женщина. Как Сесару. Не могу этого терпеть. Вооруженному охраннику говорит. Порази меня мечом. Чтоб говорили что я умер от меча. Уже нельзя историю поправить. Вот Бог когда наполняет. Я могу похвалиться моим Господом. У нас занятия шли в университете. И вступиления всегда пели царю небесную. Вытешителю. Я тебе сейчас скажу. А ты проверь себя. На царю небесную вытешителю души истины. Ты же знаешь ее молитву? Напиши проповедь. Мне Господь позволил примерно по 20-25 минут вступления говорить. 60 проповедей. Ни две, ни три. А 60. Без повторений. Они записаны и сохранились. Еще нигде не опубликованы. Почему? А я не знаю. Бог так сделал. И как все эти священники да епископы удивляются. Как? Я говорю это не мое. Бог сделал это. Мое ничего нет. У меня нет ни образования, ничего. Бог взял. Взял и сделал. Она раскрыта. Итак, чтобы Библия была раскрыта, тебе потребуется вся жизнь. Ян Златоуст это лучший толкователь. Начни его слушать. Ты увидишь сколько он говорит об отрицательном. И его за это поносили. Ты не проповедник совсем. Ты поноситель. Ты выходишь за капельную, ты ругаешься и ругаешься. Это Ян Златоусту говорил. Это не мне. Мне это понятно. А как Златоусту можно было сказать? Он видел главное. Он видел прихожан. И сказал, как у нас приезжает архиепископ. Вы боголюбивая паства. Впервые зашедшая. Одетая в пижамы, говорит, полураздетая, с чашечкой кофе. Дорогие. Алтайцы. А он видел людей и говорил, я не вижу людей. Я вижу стадо лошадей. Кучи навоза своими разговорами принесли. Это как? Итак, это были образы для нас. А зачем? Чтобы мы не были походливы. О них сказано. И они не вошли в обетованную землю. Для нас плен. Это грех. Плен сатаны. Он вырвал нас оттуда. Уверовали. Приняли крещение. А дальше? Пили одну и ту же пищу. И питье. Прищищались. Но не вошли. Почему? В сердце не было веры. Верой все побеждается. И тот, кто в нас, больше того, кто в мире. То есть я пробовал, пытался и каждый раз возвращаюсь. А сколько раз надо вставать? Златоуст говорит, сколько раз пал, столько и вставай, не отчаивайся. Согрешить – дело человеческое, говорит Нил Сенайский. А отчаиваться – дело сатанинское. Да не будет этого с нами. Богу нашему слава, хвала во веки веков. Аминь. Боже, будь милостивцем негрешным. Уставание Господи помидору. Ищи зла и подрешил Господи. Зла и подрешил Господи. Негрешно.